Первая же рожа, встреченная мной без особых привет, и я заработал свою первую тысячу франков. Вторая рожа окончательно помогла раскрыться моему траванию. Я возглавил Международную ассоциацию аферистов. Исповедь обаятельных аферистов, так можно назвать первую сцену пьесы «Безумная шайо» режиссера Алексея Матвеева. Председатель крупной компании и его приятели без стыда признаются в единственной любви в жизни – к деньгам. Именно это становится основным конфликтом в пьесе – тема любви и тема денег. Богачи стремятся разрушить парижский квартал шайо, когда узнают, под ним залегает нефть. Люди из низов готовы отстоять свой квартал. Их лиричная музыка совсем не похожа на мотивы финансистов. Во главе жизнерадостная 94-летняя старуха графения Орелли. Больше известная как «Безумная шайо» благодаря любви к жизни. И эксцентричному поведению. Конечно, когда ты просыпаешься по утрам, тебе не всегда весело. Тебе нужно выбрать, какие волосы надеть на сегодня. Достать искусственную челюсть из единственной чашки, оставшейся из-под сервиза. Ее играет молодая актриса Виолетта Власенко. Конечно, я подсматривала за разными женщинами пожилого возраста, на улицах. Пыталась с ними общаться, перенимать их манеру, их пластику. Но все это вторичная история. Для меня первичная история – это то, что заложено внутри. Внутри текста. Смысл. О чем я хочу сказать зрителю. Именно она – проводник идеи автора. Сама жертва несчастной любви, любовь считает единственным, ради чего нужно жить. Любите, иначе вы упустите свою возможность и превратитесь в такую, как я, безумную, старую женщину. Или в таких посредственных людей, которые живут без любви. Есть и еще одна причина, почему роль пожилой дамы Орели доверили молодой актрисе. Во втором акте ее ждет невероятное преображение. Поэтому, собственно, здесь и наблюдение, и сам, так сказать, жизненный процесс привел к тому, что именно Виолетта Власенко играет эту роль. Это, разумеется, только мысленная трансформация. Несмотря на жанр фантастической комедии, все события реалистичны. Даже суд над финансистами, которые затевают жители квартала, проходит только по краешку выдумки. Но, тем не менее, жанр фантастической комедии позволяет авторам очень многое. К примеру, соединение классики и современной музыки. В песне звучат композиции музыкальных групп Агата Кристи, Океан Эльзи, Аквариум и Ленинград. Готовили артистов к постановке два хореографа. Персонажи двигаются в соответствии с собственным ритмом и пластикой. Так вот, хореографы дают нам ровно столько, насколько мы способны выдержать. Хотя мы все в общем институтах театральных изучали все это. И проходили, и танцевали. И на том уровне, на котором это делает артист драматического театра и кино. Такой синтез современной хореографии, музыки, театрального искусства рождает уникальное театральное блюдо, которое придется по вкусу астраханскому зрителю. Наталья Фомина, Руслан Срывченко, Центр новостей.